В здоровом теле, здоровый дух сотрудники Росгвардии сдали нормы ГТО. Сложно ли силовикам получить золотой значок физкультурного отличника? Или же это испытание просто разминка для бравых парней? Расскажет Ирина Ремезова. Сотрудники правоохранительных структур могут не любить спорт, но в силу служебного долга они обязаны уделять время своему физическому развитию. Большинство силовиков занимаются единоборствами, как минимум знают приемы самбо. Многие тренируют выносливость и тратят часы в тире, чтобы уметь метко стрелять. Поэтому нормативы ГТО, которые теперь необходимо сдавать всем представителям Росгвардии, особых сложностей у бойцов не вызывают. У нас сегодня пришлось сдавать 23 человека. Спортивную подготовленность своих сотрудников я оцениваю как очень хорошую, потому что спорт – это наше все. А нормы ГТО – это, наверное, просто закрепить на государственном уровне нашу физическую подготовку. В последние годы комплекс ГТО снова вошел в моду. Получить даже бронзовый значок стало почетным. Именно поэтому все больше и больше взрослых и детей приходят в центр тестирования, открытый на базе 4-й спортивной школы в Мурманске, чтобы сдать норматив. Некоторые для личной коллекции, они хотят даже набрать полностью детей своих ведут, чтобы собрать все ступени с первой по одиннадцатой ступени. Я не знаю, как там у них уже получится. И родители показывают пример своим детям, и детей подтягивают, и на лыжи приводят, и набегают. Бег, прыжки в длину, подтягивания и наклоны сдают все обязательно. А вот остальные дисциплины физкультурник может выбрать сам. Кому-то ближе стрельба, кому-то бег на лыжах или плавание. Но сотрудники Росгвардии, как настоящие спортсмены, сдают все.